Память Память есть даже у клетки, генетическая, связанная с хромосомами и индивидуальная. Помните механизм иммунитета? Клетка узнает генетически чуждые для организма тела и включает аппарат их уничтожения. А что помнят животные? Движения, запахи, звуки. Все, что необходимо для их выживания. И даже геометрические формы. Эту крысу мы учили находить корм за заслонкой с вертикальными полосами. И она безошибочно узнает ее, где бы она ни находилась, слева, справа или в центре. Субтитры создавал DimaTorzok Человек тоже помнит движения, запахи, звуки. Но также и лица людей, и картины природы, и музыкальные мелодии. Помнит и пережит и когда-то чувства. Поэтому-то он может сопереживать другому. Человек сохраняет в памяти прочитанные, услышанные или произнесенные слова. Разумеется, каждый из нас лучше запоминает то, что ему важнее в жизни. Человек может быстрее запомнить что-то, дав себе целевую установку. Запомни. Как же выполняется эта команда? Считается, что запоминание происходит в несколько этапов. Первый этап — это кратковременная память. Сначала сигналы внешней среды через органы чувств поступают в мозг в виде нервных импульсов. Эти импульсы циркулируют по круговым цепям нейронов. Информация какое-то время удерживается здесь. Эта кратковременная память непрочна. Человек, попавший в аварию, помнит подробности своей жизни. Все, кроме того, что только что было. Иванов Сергей Иванович. Сколько лет? 27. Вы вышли уже на работу? Да. Вы не жалуетесь на память? Нет. Тогда припомните, что произошло во время несчастного случая? Не помню. Ничего не помню. Следы недавно полученных впечатлений не успели прочно закрепиться. Второй этап — переход кратковременной памяти в долговременную. В центральной нервной системе происходят более глубокие изменения. В местах контактов нейронов — в синапсах. Повышается их проводимость. И начинаются биохимические изменения в нервных клетках. Это этап закрепления запечатленных следов. Продолжительность его около 40 минут. Чтобы одни сведения не наслаивались на другие, еще не ушедшие в кладовые памяти, не вытесняли их, в это время лучше не учить ничего другого. О конечном этапе образования следов памяти полной ясности пока нет. Вероятнее всего, в мозгу образуются определенные вещества — молекулы памяти. Каждая из этих молекул представляет собой химический образ какого-либо сигнала. При возбуждении молекулы сигнал воспроизводится, человек вспоминает. Лес точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, веселый пестрой стеной стоит над светлой полян. Следы памяти сохраняются многие годы. И даже всю жизнь считают некоторые ученые.